Понятие политической партии и её функции Важное место в системе отношений власти и общества занимают разнообразные общественные объединения граждан. Политические партии, профсоюзные, молодёжные, антивоенные организации, массовые движения, ассоциации и фонды. В основе таких объединений лежит осознание гражданами страны своих интересов. Воздействуя через определённые политические механизмы на государство, общественные объединения способствуют удовлетворению данных интересов посредством использования государственной власти. Право на объединение является фундаментальным правом человека и гражданина и означает право на свободный и самостоятельный выбор гражданами любых форм негосударственной власти. Для характеристики широкого круга организационных форм общественной активности используется понятие «общественное объединение». Это добровольное объединение граждан, возникшее в результате их свободного волеизъявления на основе общности интересов. Среди общественных объединений выделяют такие основные формирования, как политические партии, общественные организации и общественные движения. Они различаются между собой целями, задачами, организационной структурой. Важную роль в политической жизни играют политические партии. Они представляют собой продукт длительного исторического развития. Понятие «партия» появилось ещё в античности и использовалось для обозначения групп политических союзников, стремящихся к общей цели. Современные политические партии начали формироваться во второй половине XIX века, в результате расширения избирательного права, развития парламентаризма. В современной политике существуют различные подходы к определению партии. Но чаще всего политическую партию определяют так. Это организованная группа людей с общими политическими взглядами, которая представляет интересы определённой части общества и ставит своей целью завоевание государственной власти или участие в её осуществлении. Этим политические партии отличаются от всех других общественных объединений. Каждая партия стремится устроить жизнь государства и общества в соответствии со своими политическими взглядами и принципами. Функции партии отражают основные задачи и направления их деятельности в обществе. Важнейшей задачей политической партии является борьба за завоевание и использование государственной власти в интересах, поддерживающих её групп населения, то есть политическая функция. Функция представительства интересов различных групп общества проявляется в том, что через политические партии граждане выдвигают свои групповые требования к государству. Партия является связующим звеном между органами государственной власти и гражданами. Идеологическая функция политических партий связана с выработкой программных установок, политического курса, стратегии и тактики партии. Идеология выступает в качестве теоретической основы деятельности партии, а также руководства к действию. Партии стремятся к широкому распространению своих идей в обществе. Воспитательная функция состоит в политическом просвещении и образовании своих членов и сторонников, воспитании их в духе определённых ценностей и традиций, приобщении к политической жизни. Партии являются институтами, в рамках которых воспитываются политические лидеры и государственные деятели. Те слои общества, среди которых партия пользуется наибольшим влиянием, составляют её социальную базу – электорат. Основным способом достижения власти являются выборы. В ходе избирательных кампаний оформляются межпартийные блоки, определяются партии-лидеры, которые и составляют в дальнейшем партийную систему страны. Политические партии и партийные системы. Политологи выделяют разные типы политических партий. В основу классификации политических партий могут быть положены различные критерии. По своей идее на политической ориентации, политические партии делятся на коммунистические, социалистические, социал-демократические, либеральные, либерально-демократические, консервативные, а также партии, опирающиеся на различные религиозные и национальные доктрины. Партии могут сотрудничать, выступать вместе для достижения тех или иных целей, могут противостоять друг другу, находиться в борьбе. Количество партий в обществе отражает степень экономической, идеологической и другой неоднородности интересов. Чем выше степень неоднородности, тем больше число партий в политической системе общества. В зависимости от того, сколько политических партий есть в стране, в каких отношениях друг с другом они находятся, складываются определённые типы партийных систем. Партийная система – это совокупность партий, которые взаимодействуют и соперничают в борьбе за власть и её осуществление. С точки зрения количественного критерия, партийная система делит на многопартийные и однопартийные, а с позиции того, как партии взаимодействуют друг с другом в борьбе за власть, выделяют системы однопартийные, двухпартийные, многопартийные. Многопартийная система характеризуется наличием в стране нескольких политических партий, соревнующихся в борьбе за власть. Многопартийные системы также могут быть разными. Многопартийные системы надо отличать от многопартийности. Наличие множества политических партий ещё не означает, что между ними сложилась определённая система отношений в борьбе за власть и за влияние в обществе. Многопартийность чаще всего предшествует становлению той или иной многопартийной системы. В таких странах, как Дания, Бельгия, Австрия, Италия, существует множество политических партий, но при этом ни одна из них не в состоянии завоевать большинство мест в парламенте и самостоятельно осуществлять власть. Такую разновидность многопартийной системы часто определяют как классическую. Существует многопартийная система с доминирующей партией. Такая система характеризуется длительным пребыванием у власти одной партии, но при наличии многих других политических партий. К примеру, в Швеции в качестве доминирующей партии выступает социал-демократическая рабочая партия. В Японии долгое время у власти находится либерально-демократическая партия. Особенность двухпартийной системы состоит в том, что в стране существуют две сильные партии, каждая из которых способна к самостоятельному завоеванию власти и её осуществлению. Когда одна из партий побеждает на выборах, другая уходит в оппозицию. И так периодически они сменяют друг другу руля власти. Двухпартийная система не исключает существование в стране и других, менее влиятельных партий. Они также участвуют в политическом процессе, но реально претендовать на победу не могут. Классическая модель двухпартийной системы сложилась в США, где друг другу противостоят демократическая и республиканская партии. Однопартийная система характеризуется тем, что в стране действует только одна политическая партия. Её роль закреплена в Конституции и других законах страны. Однопартийная система существовала в СССР, в большинстве стран мировой системы социализма. Общественные организации и движения. Заметную роль в общественно-политической жизни наряду с политическими партиями играют общественные организации и движения. Общественная организация – это добровольное объединение граждан на основе общности интересов, имеющее фиксированное индивидуальное или коллективное членство. В отличие от партий, общественные организации не претендуют на непосредственное участие в осуществлении власти. Однако они решают многие важные задачи общественной жизни, их наличие и деятельность являются важным показателем демократичности государства. К общественным организациям относят профессиональные союзы, союзы предпринимателей, молодёжные, экологические, спортивные, ветеранские организации, творческие союзы, такие как союзы писателей, композиторов или театральных деятелей. Существует также разнообразное добровольное общество. С учётом территории, на которых осуществляется их деятельность, выделяют местные, региональные, общегосударственные, международные общественные организации. Под общественным движением понимается совместная деятельность граждан, преследующих определённые общие цели, но при этом не имеющих чёткой организационной структуры и фиксированного членства. Общественные движения отличаются массовостью широкой социальной базы. Часто возникают, как реакции общества на наличие тех или иных проблем могут иметь кратковременный характер. Общественные движения зачастую становятся основой для образования общественных организаций и даже политических партий. Так, развитие экологического движения обусловило создание различного рода экологических союзов и ассоциаций, а затем и партий зелёных во многих странах. Субтитры создавал DimaTorzok